О пятитысячной силы быстрого реагирования, о создании которых страны-альянсы договорились три месяца назад. При этом о начале очередных учений в Европе объявляет не штаб НАТО, а без лишних церемоний. Американское командование на военной базе США в баварском городке Графенвер. В течение четырех недель без малого пять тысяч парашютистов из одиннадцати стран будут отрабатывать боевое взаимодействие на полигонах Германии, Италии, Румынии и Болгарии. Учение называется «Быстрый ответ». Главный день — 26 августа, когда на немецкий полигон Хоенфельс и болгарские нового села должны будут прыгнуть по тысяче десантников с бронетехникой. Информация для прессы об этих манёврах, хоть и ограниченная, пока содержит многозначительные замечания. Крупнейшие. «Быстрый ответ-2015» — это самые крупные совместные учения воздушно-десантных войск на континенте со времён Холодной войны. Они направлены на повышение оперативного взаимодействия сил быстрого реагирования НАТО. Манёвры призваны продемонстрировать способность Альянса к быстрому развертыванию и действиям с целью сохранения сильной и защищённой Европы. Разумеется, в заявлении нет никаких ссылок на события на Украине или иные угрозы, которые могут подорвать безопасность континента. На прошлой неделе, отвечая на вопрос, а не спровоцирует ли такая активность столкновения с Россией, американские генералы утверждали, что манёвры НАТО не повышают вероятность войны в Европе. Хотя, если прибавить к манёврам 25 лет расширения Альянса на Восток, то понятно, что в свою очередь никак не снижают. В течение следующего года четвертьвековой процесс выдвижения НАТО к российским рубежам на дистанцию непосредственного соприкосновения должен быть доведён до логического завершения. Его командные и логистические центры разместятся в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии. И понятно, что составляя и реализуя учебные планы, разные благородные прыжки, удары саблей и серебряные стрелы, союзники прокручивают в головах сценарий и локального столкновения с Россией, и, возможно, внутреннего вооружённого конфликта в одной из стран на своём восточном фланге. Инструментом реагирования на такие конфликты как раз и станет 45-тысячный союзнический корпус на преимущественно американской тяжёлой технике, которую всё лето отгружали в Прибалтийских портах. И простаивать в ангарах она, конечно, не будет. По подсчётам Лондонского института European Leadership Network, до конца этого года НАТО проведёт около 270 военных учений. И, наверное, определение крупнейшей со времён Холодной войны, применительно к таким манёврам, можно будет услышать довольно часто. Михаил Антонов, Александр Коростелёв и Андрей Путро. Центральное европейское бюро Вестей.